Когда у нас произошла революция 1917 года, к ней действительно вопротились большие мечтания, любимые дремы, хатанические сны русского народа. Однако же это произошло не сразу. То есть период военного коммунизма – это ни в коем случае не русская мечта, это проба и ошибки, которые нанесли немного горя. Хотя, конечно, тоже стоит отметить, что это по-своему было интересно с точки зрения эксперимента, что туда отменили денежный оборот. Где еще такое происходило в таких масштабах? Дальше – период МЭПа. Это вообще, можно сказать, страшный сон, потому как худшая из романовской России воплотилась еще раз, только с инкулянтами и миниалами были люди совсем нам не близкие. Однако же в 30-е годы появилась идея индустриализации. И опять же через материю, хотя эта материя как раз мыслилась как некоторая дальнейшая идея. Надо экономическая цель, надо рациональная цель. Индустриализация – это не то, чтобы строить заводы, школы, а это создать возможность обороноспособности для страны. И именно под этим стягом русский человек с удовольствием зажигал вперед. Когда происходила Великой Отечественной войны, по большому счету это и была та эсхатологическая битва советского Красного периода. И заметьте, мы победили, мы выстояли. И вроде бы вот, все, победа. Начинаем действовать, начинаем работать. Но почему-то постепенно идея как будто растворяется. То есть вроде бы жар птицы уже в руках, а раз ее нету. Здесь я хотел бы привести к примеру прекрасный фильм Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Сюжет, условно, таков показывается, что поколение людей родились в 60-е годы. И в фильме вообще ни слова об идее. Там заканчивается тем, что два товарища, они встречаются где-то в Финляндии, в аэропорту и в город, который идут в своей жизни. А суть-то и в том, что действительно пропала идея, пропала мечта. И пропала, мне кажется, как раз там, где умер Сталин. Можно к нему по-разному относиться. Но этот человек, собственно, сам стал идеей в некотором смысле. И с его смертью эта идея не перетекла ни в какой-то другой сосуд. Нужно было каким-то образом изменить идеологию, нужно было освежить ее. А произошло что? Дальше с трибун, с высоких, говорилось о победе коммунизма, о том, что мы в 80-м году пойдем сюда, дальше еще глубже пойдем. А по факту элита хотела просто покушать, мягко скажем, русский народ. Он кожей чует обман. И он понял, что это все не то, что должно быть. Поэтому, мне кажется, вот там лежат причины той апатии, которая передалась от отцам к детям. То есть алкоголизм, наркомания, индиферентность. Этот корень лежит именно там. Как раз таки отсутствие идеи. Русский человек не может жить без идеи. Без идеи ему просто делать нечего. И, опять же, эта идея всегда должна быть надоэкономической. Не будем мы длиться вперед ради айфона, либо ради как раз какого-то нового завода, либо дача олигарха. Это все совсем не то. И, на мой взгляд, сегодня, чтобы подойти к русской идее, нам нужно осознать себя не Востоком и не Западом. Это тоже постоянное бодание происходит. А севером. Мы север. И эта платформа дает нам возможность абсолютно по-другому посмотреть на происходящее и на свою историю, и на свое будущее. Что здесь крайне, кажется, неважно. Опять же, когда я общался с европейцами, я смотрел вдоль глаза и в какие-то моменты я понимал, что там присутствует определенный беспух. Когда мы друг друга смотрим, они видят в нас рациональность, которая присутствует и в них самих. Но также в глубине наших глаз есть то бессознательное, что как бы они от себя через систему образования, вот эту эпоху возрождения и так далее, постепенно как бы закрыли в подвалах, в корпусе, в дыхании. А у нас это все до сих пор живо. Мы первое, четвертое поколение ацахи. Это очень важно. В Европе, в Англии, в Франции промышленные революции переселили людей в городах уже в 18-м веке, в начале 19-го. У нас это, собственно, процесс, как бы до сих пор еще идет. У нас жива эта почва. А когда, например, мы смотрим в глаза человека востока, то можно встретить в его глазах уважение как раз к тому, что в нас есть рациональное зерно, но при этом нас сравняет вот то самое бессознательное, которое есть и в нас, и в нем, и оно также живо. Я вижу в нашу историю как некоторые такие качели, качели русской души. Мы никогда не были людьми середины. Тот же самый европейский, при всем уважении, он старался как бы упаковать себя аккуратно, огородить от каких-то взгод. Но примское право, где вот все понятно, ровно, прописано. А у нас вот так вот. Мы пролетаем мимо них, и они нас могут фиксировать только в той точке, где они сами находятся. Когда мы находимся на полюсах, мы как бы и незаметно вовсе оказываемся. И это нужно понять, полюбить и использовать. Опять же, это же принцип любого творчества, любого творческого акта. Это всегда некоторый прикскок. Это взрыв из точки. И как раз вот здесь вот начинаются эти самые качели. Полет. Идеи, полет мечты. Одна из болевых точек сегодня в том, что русский человек за советский период мы оказались в ситуации как бы как в вакууме. То есть, мы отучились от самой организации, а нам сказали, а теперь вы вообще все сами давайте, начинайте, ну, посмотрим на вас. И нам дали костыри права человека, там, демократия. А ноги-то перебиты, и с ними идти некуда. И здесь, ну, конкретика в том, что государство из каких-то сфер вообще не должно уходить. Да, там, образование, медицина, армия. А какие-то сферы, например, культура, пожалуйста, но для этого нужно обучить людей. Причем это обучение по-хорошему должно идти с самых, ну, самых ребенок, с веселей. То есть, в игровой форме, в детских садах, школах должны нам показывать, детям должны показывать принципы самоорганизации, общинной жизни, уважение внутренней общины, разрешение споров, общение с другими общинами, там, которые отличаются по религиозным принципам, например. Ясно, начальное образование, среднее образование. Это место для инициации. Опять же, это можно все подавать в игровой форме. Есть прекрасные примеры как раз для технических детских садиков, например. Причем это будет полезно именно русским. Мы, как бы, выступив авангардером на дистанализации, оторвались от земли, от традиции. Эта проблема не стоит, например, перед чеченцами, перед дакистанцами. То есть, они, в принципе, до сих пор еще находятся, скажем, в своей среде. А вот русским это очень сильно, мне кажется, поможет. Сегодня у нас мало ресурсов, поэтому нам надо быть точечно. И вот вторая тема, которая, скажем, может уворочевать довольно большие слои нашего народа, это русская наука, которая должна объединить атеистов и верующих. В каком смысле? Нам нужно помыслить о новых теоретических основаниях науки, новых задачах для ученых, взятых на сердце русского мира. Исторический пример — это Николай Федоров, который абсолютно, прямо скажем, его идеи сегодня будут сказаться бредомами, коллекционерами с одной стороны. Но они настолько глубоко проникли в душу Пселковского, Королева, что, собственно, вглядываясь в небо, небо ответило открытием тайны. Он сказал, если ты любишь, на, мне не жалко. Давай сюда. Я считаю, что сегодня как раз это очень сложная задача, действительно, она, казалось, может быть даже и неподъемная, но нужно нацелить силы именно сюда, чтобы постараться создать некий корпус знаний. Сначала Эдоносов должен это создать с богословами, а дальше преподнести это как некоторую целостность, некоторые вещи интеллектуально в технарян. Отец Павел Форнский говорил о возможности существования веры в Бога и думал о развитии техники, сам воплощая эти идеи в практику. Нам нельзя бояться мечтать. И эти мечты — это и есть хотение с любовью. Александр Пашлычев прекрасно впел, что на Руси любовь свой не ереси. И ничего там нет страшного. Это опять те же самые качели. Ширина нашего проекта, она и позволяет нам заглядывать далеко вперед. Закончу я тем, что в русском языке есть слово доля, слово счастье. Заметьте, моя доля — моё счастье. И там, и там — это часть чего-то целого. То есть в самой структуре языка указывается на том, что счастье не может быть индивидуально. То есть сам язык нас подталкивает к тому, что мне нельзя заберется со своим миллиончиком или там, и спокойно себе отдыхать. Поэтому и спасение у нас, и кара, у нас будет одна. Спасибо.